Сегодня глава города Марина Трескова вручила очередные сертификаты на земельные участки Лабытнанца. Уже восьмой год в России действует программа, по которой многодетные семьи могут бесплатно получить землю в собственность. За это время в нашем городе более 50 семей реализовали это право. А с 2016 года у лабытнанцев появилась возможность претендовать на участки на юге Тюменской области. Списки желающих сформированы. Родители и дети ждут фактического получения заветных соток. О сегодняшнем событии расскажет Дарья Самородова. Многодетные семьи Ямала могут бесплатно получить землю на юге Тюменской области. Сотни участков подготовлены за воду Уковске. Своё согласие на этот регион дали 10 лабытнанских семей. Сегодня в торжественной обстановке глава города Марина Трескова вручила многодетной семье долгожданный сертификат. У меня сегодня есть такое право пожать руку главе семье и вручить маме документ, который свидетельствует о предоставлении 919 квадратных метров площади земельного участка в городе Заводолковский Тюменской области для решения своего же личного вопроса. Мечты построить дом, уехать в большой город, в Тюмень. Как бы, ну, построить свой дом. Вот так, можно сказать, мечты наши. Уже свой большой, двухэтажный, красивый дом. Многодетные родители с нетерпением ждали этого момента. Шесть лет они мечтали переехать на юг Тюмени и построить для их семьи большой дом. И вот мечта начала реализовываться. Размер каждого участка от 6 до 10 соток. Проведена электроэнергия и газ, проложена дорога, которую позже обещают заасфальтировать. Сегодня еще один, но уже электродный сертификат был передан семье Нестеренко, который проживает за пределами округа. Если строительство дома не по карману, взамен земельного участка можно получить социальную выплату. На сегодняшний день у нас внесены изменения в порядок. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям. В настоящее время многодетные семьи, которые состоят на учете в жилищной политике, либо не состоят на учете в жилищной политике, они вправе подать заявление на получение социальной выплаты вместо земельного участка. Те семьи, которые не состоят на учете в жилищной политике, у них фиксированные суммы 464 500 рублей. Те семьи, которые состоят у нас на учете, социальная выплата будет зависеть от рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Те лабытанские многодетные семьи, которые по условиям программы на предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, не вошли, имеют право заявить на землю, где можно заниматься садоводством. Сегодня семья Боярских получила свои шесть соток. Ждали где-то с сентября-октября, а планируем поставить домик небольшой, обнести забором в мангальную зону, просто для отдыха. Уже летом эти многодетные семьи будут, каждая по-своему, реализовывать желания и мечты. Одни начнут готовить фундамент дома, другие на своем дачном участке будут готовить почву и собирать свой первый урожай на Крайнем Севере. Дарья Самородова, Евгений Садыков, программа «Время местное».